Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов-огородников. Это снова будет сегодня разговор о петунии. Почему я показываю ее каждый день? Потому что это единственный цветок, рассада которого меняется на глазах. И если один день или два в нее не заглянуть, она может и вырасти успеть, и погибнуть. Вот петуния у меня посеянная 7 марта, 10 марта через 3 дня она уже взошла. И через 3 дня вот такая вот рассада уже готова к пикировке. Если кто-то боится, что он не сможет ее сохранить дальше, вот такие листики, я вот сейчас показываю специально вместе с поддоном, чтобы не шевелился контейнер и не делались трещины. Я присыпала немножко вот эти трещины. Вот такие вот с двумя листиками крошечные сеянцы можно уже пикировать. Многие пишут, всходит, через 2 дня падает. Для того, чтобы сохранить вот эти сеянцы, достаточно всего лишь распикировать ее на раннем-раннем сроке. После пикировки обычно вся рассада петунии выживает. Не смотрите, что они маленькие, у них уже есть корешки. Я сейчас ради эксперимента один вытащу сеянец. Пикировать даже маленькие растения очень просто. Если вы можете брать их руками, значит они готовы к пикировке. Вот эта крошка, сейчас я на ладошке покажу. Вот этот чудесный сеянец. Делаете дырочку в кассете. Я вот сегодня не буду пикировать, но завтра, послезавтра обязательно я приступлю к пикировке. Я сильно не затягиваю. И я вам все покажу, как я делаю. Не смотрите, что он маленький, он вполне пригоден для работы. Видите, у него есть листья, у него есть корень. И заглубляем его вот так до семидоли. Потом, когда польете осторожно, вода опадет и он будет прекрасно жить. Сейчас я его на место возвращаю. Я потом все-все подробно расскажу. Но вот этим видеороликом, этим обзором трехдневной рассады, я хочу вам показать, что рассада развивается стремительно. Вот прям буквально на глазах. Видите, я только что, вот два дня назад показывала, что появились зародыши, червячки, корешки. Уже стоят растения. И вот смотрите, я сейчас с наклоном вам покажу. Они уже немножко, видите, даже подвытянулись. Это несмотря на то, что они у меня стоят под лампой. Это значит, что им даже этого света не хватает. Питунья очень любит очень яркий свет. И видите, она подвытянулась. Если еще два-три дня она в таких же условиях с недостаточным освещением постоит, при любом поливе, при любом ветре кто-нибудь пройдет мимо, она может упасть. Поэтому я сегодня вот под этот поддон буду что-то подставлять, чтобы прям максимально приблизить ее к лампе. Потому что сегодня мне некогда. Я сегодня буду заниматься еще посевами томатов. Но я ее буду пикировать в фазе двух семидолей. Вот в таком маленьком виде. Когда я ее рассажу по кассетам, мое сердце будет спокойно. Все в кассетах. Она уже не болеет, она не падает, потому что я ее заглубляю. Если вовремя распикировать не можете, некоторые окучивают. Если у вас редкие посевы, можно подгребсти землю под каждый сеянец. Но это очень долго. Я в таких случаях сверху через сито чуть-чуть немножко подсеваю земли, чтобы как бы углубить эти тоненькие сеянцы. Способов сохранения юной рассады очень много. Каждый выбирает свой. Кто-то окучивает их, если они вытягиваются. Кто-то просто подсыпает земли через сито, из какого-то шприца, из маленьких леечек. Способов очень много. Каждый, как говорится, на выдумку гораст. Каждый выдумывает свой способ. Но я пикирую, чтобы ничем этим не заниматься. Время зря не отвлекать. И она очень хорошо себя потом в кассетах чувствует. Все. Вот это обзор трехдневной рассады петунии, которую я посеяла 7 марта, 10 марта она взошла. Сегодня 13 марта. Она в таком виде, два семидольных листика. Взошла она хорошо, нормально. Ни густо, ни час, ни густо и нередко. Она могла бы здесь еще и расти. Но если ее здесь оставлять, нужно за ней тщательный уход. Ее нужно закаливать, начинать. Сначала на час открывать, потом на два. Сразу ее полностью открывать крышку и оставлять на свежем воздухе нельзя. Она к этому воздуху не готова. Мне легче ее распикировать. Все. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это обзор трехдневной рассады петунии. До свидания.